привет привет как твоя голова о побито но все заебись как бы ну недооценил я этого долбоеба блять да это одна из причин почему круз хотел вместо тебя заняться этим делом ну а хули блять я не думал что так лоханусь блять ёб твоя блять понимаешь нахрен блять мэйсон я волнуюсь я действительно волнуюсь я не виню круза за то что он был в ярости как бы из-за того произошло что до мэйсон ты понимаешь что это началось не с энджел это началось не с дэнни гнев и круза короче начался с меня я думаю все мы знаем об этом ты думаешь я долбоеб что я не догадался почему все это произошло блять ты мне нужен кит где ты слушай ну хватит а камон мне надо с кем-то кому я доверять могу встретиться но я едва ли могу тебе доверять сейчас но вернись сюда ну ты мне нужен ну да хорошо да пока кто это был энджел нет это кит сша хули ты подкрался ко мне счета блять ты же сам упустила энджела хули ты так делаешь блять послушай не вини меня это мэйсон виноват хорошо я буду винить вас обоих какого хуя вы упустили его он опять ко мне придет нахуй и будет выебываться на меня понимаешь что это рискованно блять суши это не выебывайся сама нахрен и мы делаем свою работу да делаете блять а он нахрен ко мне могут заявиться и пиздец слушай заткни ебало хули ты выебываешься баба тут нахуй ладно спасибо что ты меня что спасибо ты говоришь мне падла нахуй чё ты звонил это кит же был кит нахрен падла выебистая выебываешься пока крус а чё он так торопится не знаю он может значит твоя тетка выгонит меня из дома выгонит что ли да ссори ссори что я так считаю что она такая дура блять мне кажется плохая идея сюда появляться мне слушай ты всего лишь завтрак это не просто завтрак нахуй это завтрак джинны хорошо ты прав можешь поискать яд в еде слушай кстати джине нравится подсыпывать что-то в еду нахрен она пытается приложить усилия чтобы хотя бы хоть как-то мы с тобой вместе почувствовали себя парой понимаешь нахрен хорошо да понимаю блять я должен со своим отцом сначала поговорить и убедить что джина хорошая баба послушай не надо что не надо нахуй я не хочу сюда приходить куху а слушай может быть она все-таки это джина думает что мы с тобой женаты хочет помочь нам в чем это как символ двух семей соединяющиеся вместе короче чтобы гармония была охуена ты сказала ты прав я не знаю о чем я думаю подожди подожди ладно ладно я ввел себя глупо короче да гармония суши не надо ладно все хорошо хорошо не надо это завтракать с нами я славно забудь забудь хорошо я между я сделаю все это всего лишь завтрак хитрожопая хейли уже смотри как начало тут маячить блять уже как хозяйка дома хозяйка бля я чувствую себя виноватой за что но за то что я сегодня утром счастлива проснулась я думаю о нашем потенциальном детеныша ребенке да я обнаружила что немного взволнована тем фактом что в этот самый момент я могу стать будущей матерью большое спасибо тебе за это поэтому я думаю ты был первым человеком которым я сегодня подумала это заставляет я чувствую виноватой себя тебя нет ну я имею ввиду что меня было желание позвонить тебе просто чтобы поговорить просто так и это что-то плохое разве тогда я позвонил в твой офис и секретарша сказала что ты придешь сюда на завтрак и я вдруг обнаружила что сажусь машину и еду сюда чтобы позавтракать хотя никогда не завтракаю а затем когда я увидела тебя я обнаружила что веду себя так как будто я с тобой случайно встречать ты же вину чувствуешь это да ты не должна это нормальное поведение что ты хочешь блять поделиться своими чувствами с кем-то это же нормально ёпту я оказался ближе всех к этому всему так что за не волнуйся мы сказали что собираемся сохранить пространство между собой но я не собираюсь как бы знаешь слишком навязываться на тебя все-таки но что ты тут хочешь мне сказать сейчас я знаешь что ну ты просто хочешь убедиться что мы не как бы неправильно поймем друг друга и я ценю это кстати но я думаю что важно чтобы некоторое время оставались бы в тесном контакте и что побольше друг друга узнать о друг друге ты хочешь да хочу я слышал что беременность это что-то гормональное как бы американские горки в виде гормонов понимаешь да и эмоции меняются одна за другой и я думаю что нам важно быть вместе в этот момент и тебе тоже это надо подумать об этом спасибо но я большая баба и я не буду звонить тебе каждый раз когда мне будет какая-то гормональная там американская горка ну слушай ты можешь просто со мной позавтракать на регулярной основе и будем привыкать друг другу суши ну не не официант мне пожалуйста что-нибудь принеси березовый там еще чё-нибудь мэйсон с двумя бабами мутит виктория лэйн да суши я не хочу задерживать тебя если хочешь к ней пойти поговорить с ней да слушаю не надо что но мы березовый ждем я собираюсь как бы с тобой побыть спасибо но хорошо что сейчас у нас все хорошо как мне нравится это корни когда ты заботишься обо мне о класс вообще заебенно бля слушай ты не волнуйся я тоже с тобой бля да мы с тобой вместе и как бы ими вместе друг друге заботимся здесь да доктор сказал что ты можешь принять вот это нет спасибо не надо таблеток я уже их нажался как бы перл ты должен отдохнуть слушай я понимаю но я хочу встать ты что ебанулся тебе же надо лежать дурак нахрен да я как бы брайану будет лучше если я как бы съебусь отсюда вы разговаривали между собой после происшествия или отчетом а я все сказал ему но хрен его знает как он меня услышал я понимаю что это твоя с чего доебались до меня отъебитесь я имею ввиду что я говорю о какой-то блять независимости или чем-то подобным но ты же дура и джина бля ты же хуйню делаешь шантажистка хреном а блять ну слушай твой отец все же еще здесь живет моя тетка здесь слушай вы обе хотите наебать меня ты не прав я думаю ты мог бы сюда переехать и тогда бы мы получше друг друга еще узнали от твоего отца обрадует слушай она не обрадует наоборот разозлит бля слушай ты даже не слушай что она хочет сказать тэд я знаю что ты как бы сделал несколько ошибок я тоже сделал ошибки но мы же можем как-то объединить наши семьи понимаешь блять и в этом хорошем доме вместе пожить и в гармонии побыть нахрен я соглашаюсь с ней а как же блять а то что нахрен ты падла нахуй шантажируешь нас это ни о чем не говорит до курва послушай не надо так и говорит с ней да не надо х или он отчасти прав ну короче мой отец прав некоторых вещах кстати и одна из них то что ты дура он прав у него есть причины злиться на меня я тоже злюсь на тебя слушай не надо было это затеивать нам это вполне естественно что сначала отвергает он меня но скоро дадим ему немного времени все наладится это не твоя вина хэйли это из-за меня похоже мы ни о чем не договорились таки но слушай сначала все по-трудному будет потом все наладится джина понимаешь мы ненормальная пара с ним мы поженились по неправильным причинам слушай не будь такой негативный хэйли я имею ввиду что все заебись у вас будет в оба нахрен хотят хотите друг друга и все заебись будет у нас тоже сиси шанс будет а я так не думаю ты джина просто косячишь пиздец блять слушай хватит выебываться племянница моя выебистая хули то доебалась на меня блять сиси понимает как сейчас важно как бы объединиться нам ты чушь какую-то жизнь упоришь да хватит тебе блять суши ты чё тут нахуй ну посмотри на суши ты пытаешься хуйню сделать посушит ты со мной хоть и не согласна но со временем все будет заебись и наладится опять-таки я надеюсь на но мы не сможем стать понимаешь объединенными семьями по что случилось вот смотри энджел просто съебись отсюда уходи нахрен отсюда долбоёб блять иди отсюда блять морнинг морнинг как ты но намного лучше чем раньше была как бы я думаю что я тут хотел бы вопрос тебя задать как насчет решению как бы суши я собираюсь пока что не возвращаться в л.эй но это на время пока я так решила но иногда это лучший способ кстати суши ты чё тут пришел ко мне с самого утра меня тут морали читать или чтобы я не понимаю да нет я просто поговорить с тобой хочу и как бы убедиться что у нас все нормально с тобой как бы те заебись ты хочешь что тут от меня но я вот хотел бы с тобой в одно место сходить как бы там у меня тесные связи с одной женщиной были я хотел бы посетить с тобой одно место как бы и там мать изабель есть замечательная женщина у нее совет для тебя может быть любое и как бы поможет тебе опять таки как бы свою жизнь улучшить или еще что-то я не знаю если ты хочешь что приходи да я не знаю может быть и но я не могу как бы нас представить в монастыре сейчас но я тоже себя не могу так но на самом деле я там частым гостем раньше был как бы и любой момент могу туда прийти я доверяю этим людям они доверяют мне и мы можем совета попросить суши я понимаю что ты такой экстравагантный мужик и в принципе твои идеи прекрасны но я тоже с этим согласен хоть и такой знаешь знаешь и я ну что ну я снималась в фильме под названием убийство соборе пару лет назад я провела некоторое исследование в монастыре лос-анджелеса одного я там сестрами оговорила и это было прекрасное место полной энергии там было да согласен с тобой я мог бы позвонить матери изабель и она тем может советом помочь можем добраться туда в как бы это очень мило с твоей стороны ну согласна но почему бы и нет в принципе а что ты имеешь ввиду ну а почему ты это делаешь вообще для меня я не могу понять нахрен что ты так друг помогать мне тут выбрался блять кого хрен ты же брат иден ты должен на ее стороне быть они на моей да я знаю это ну так в чем ты помогаешь мне почему блять мой друг который взял меня туда сделала для меня очень многое и я в принципе тебя понимаю тебе нужна помощь да не все заебись слушать ты не устал но мы тут конец наконец-то он поспит и как бы вот он тут как бы все заебись будет слышит доктор сказал что с майклом все забить будет да он сказал что все хорошо будет и не о чем беспокоиться но я вижу ты своего брата хочешь выгнать отсюда да как будто это для тебя норма послушаем они слушай он тебя респектует ёпта ты хоть брайан позаботься о нем немного хулит его выгнать хочешь блять мы выжив братаны вместе блять пойми нахуй блять чё ты тут распиздился блять я баба тебя убеждаю сейчас нахуй ты слушай меня блять я понимаю может быть вы и правы нахрен блять но все-таки он пытался избавиться как бы от меня один раз неправда это блять у него всякая хуя тогда было он не понимал блять а сейчас он реально любит тебя долбоеб ты же пойми да как же пойму нахуй блять я собираюсь пойти на прогулку кортни я просто не понимаем какого хрена вы ненавидите друг друга какого ненавижу я не на не ненавижу его просто понимаешь блять он такой знаешь понимаешь он хитрожопая блять и я не совсем доверяю ему он предал меня один раз блять слушай мне кажется что он это неосознанно делал и с другой стороны ты не прав я думаю что тебе надо с ним объединиться и его вместе стать опять братьями видишь ли я не оглядываюсь назад когда там негатив сзади но иногда воспоминания нахлыновают слушай я забил хрен на прошлое я имею ввиду что у меня есть полная жизнь и у меня есть горы небо и моя работа и у меня все заебись я счастлив но знаешь ты должен как-то все-таки объединиться со своим братом понимаешь блять это все-таки твоя жизнь он часть твоей жизни и это очень грустно когда вы не объединились суши ты поймелись люди меняются блять это часть жизни послушай хватит выебываться блять послушай что я тебе говорю блять суши эллис блять я все понимаю что ты говоришь но послушай но он же здесь и сейчас вы можете объединиться но какого хрена ты это не делаешь иди домой хорошо хорошо да я имею ввиду забудь обо мне и все будет заебись тогда у нас всех нахрен да хватит тебе это говорить мне блять мне потребовалось много времени что понять нахрен что лучше для меня и я как бы нашла новую жизнь свою слушай я не тот человек который был раньше понимаешь блян но ты тот же самый на самом деле блять ты просто пытаешься надеть на себя маску блять прикинуться другим блять тебе просто нужно быть достаточно храбрым чтобы выпустить себя прошлого и настоящего сюда но нам понадобится больше дров пойду возьму ка еще их не уходи тихо ты же майкла можешь разбудить я хочу знать почему ты ушел от меня блин почему ты не вернулся за мной ты чё ебанулся круз здесь был недавно кого хуя я знаю что он был я видел его тебе не надо было сюда появляться дармоёб нахрен ты чё тебя все ищут блять я никуда не пойду без своих денег нахрен поняла баба блять нахуй я не выйду из этого города блять слушай я тебе не верю джина блять ты наебала меня курва но я тебе отвечаю и собираешься и схватит вам выебываться слушай ты бля у меня с твоей тетушкой сделка нахуй мы должны были уолент экспресс встретиться как бы я туда пришел и увидел что там меня арестовывать хотят слушай я тебя не обманывала я пыталась как бы добраться туда но не успела ты пиздишь баба ты меня всегда наебывать хотела нахуй слушай я блять нах ну я принесу тебе твои деньги у меня есть деньги которые тебе нужны короче все заебись будет ты заберешь их и съебешься отсюда нахрен да да по какой причине блять я должен тебе доверять сейчас нахрен ты пыталась наебать меня ты мне нахуй принеси бабки реально блять и не выебывайся нахуй быстро бабки мои сюда слушай ты как же говорил сначала ну подожди я не могу сейчас тебе всю сумму дать иди сюда падла нахуй не выебывайся нахватит уже отъебись от меня дура блять тебе лучше нахрен уйти отсюда слушай я никуда не уйду пока свои бабки не получу блять тихо дверь не открывай дура блять ты будь умной бабы нахуй и не доставляй неприятностей мне нахуй иначе я тебе тоже выдам блять короче понимаешь твоя тетка много хуй не натворила хейли блять тихо тихо дай мне пару часов я найду тебе деньги все заебись будет джейна тет тут ушел как бы дверь что-то заклинила блять я не могу ее открыть нахрен может быть надо вызвать кого-то чтоб открыли нам эту дверь да да я в порядке хорошо я позову кого там найду слушай дай мне пару часов я тебе все деньги найду хорошо да чё ёбнулась куда ты меня толкаешь блять вот сюда что там нахрен это туннель заходи туда и ты будешь в безопасности быстрее ты чё ёбнулась нахрена ты его туда закрыл все заебись на послушай не волнуйся он просто так говорит он не причинит на боль суши да хватит тебе ну вот зверю все в порядке вроде ну сори что так получилось мы не могли открыть ее блин ну я просто пришел чтобы извиниться за то что наговорил тут и как бы въебался все хорошо хейли только что сказала что ей жаль что она как бы не ушла с тобой и как бы ну ладно ну я пойду слушай я сказала тэду что нахрен тут такая тема все заебись все заебись ты меня не выдала но все таки деньги давай мне слушай я тебе говорю что самое главное что тебя никто не поймал сейчас кто знает кто-то может тебя ищет сейчас по полной я знаю это неплохая идея кстати бля ну давай иди назад туда блин мэйсон а что это такое у тебя тут я решил уединиться немного не возражаешь жена ну а почему бы тебе не пойти домой у меня тут работа есть слушай не выебывайся блять слушай а что ты решил фильм смотреть а что слушай ну в середине дня у тебя других дел что нет в офисе например я пришел сюда чтобы продолжить свою работу здесь ладно тут как бы знаешь ну вот тут я потусуюсь слушай чё ты тут нахуй вообще присела в этом кабинете блять а чё нахуй тебе весело здесь блять слушай все наладится мэйсон я стараюсь да старайся джина блять только ничего не получится у тебя нахуй эта семья никогда тебя не признает блять тебе повезло что ты еще здесь хоть находишься пока что блять я по крайней мере блять нормально себя сейчас ощущаю да правильно ты себя нормально ощущаешь но хуйню ты продолжаешь делать блять на самом деле ты так та еще баба нахуй блять ты вообще полную пиздец какую-то блять слушай я не понимаю чё ты доебался до меня хуй ты критикуешь меня ё-моё что я такого охуянного сделал почему я сказал я пришел сюда побыть один понимаешь и мне не нравится что ты мне мешаешь съебись отсюда ну мэйсон слушай я тебя не прошу жена я говорю что ты съебалась отсюда ну хорошо я не хочу быть в одной комнате с таким как ты это кто у нас а это фильм помоги мне отложить сторону воспоминания о моей прежней жизни и моей прежней любви и дай мне мужество начать все сначала это виктория лэйн в фильме про собор ох и люсик с тэдюсиком пришли рад что ты пришел брат долго мы с тобой не виделись уже да брат я почти тебя давно не видел да не блин я имею ввиду что я не знал что сейчас сказать не знаю скажи что ты чувствуешь брат все заебись ммм дэнни я чувствую что блин знаешь что я имею ввиду что я бы не позволил себе как бы тебе увлечься наркотой если б знал что произошло что произошло брат я не знаю просто блять хуйня началась и я блять подсел на это блять тогда я не знаю что случилось блять пытался в колледж поступить блять а потом на каждом собеседование которое я шел проходил блять мне нахуй дверью хлопали перед носом блять это было похоже на каждый шаг вперед как два шага назад блять я злился на весь мир блять как будто все говорили мне что я ничего не стою блять мне нужно было найти способ чувствовать себя лучше я не оправдываю себя сейчас может быть все таки правду блять дэнни я просто рад что ты не откинулся слушай мы пойдем заниматься виндсерфингом когда я отсюда выберусь как ты здесь брат вообще хорошо брат круз доктора еще как бы не приходили да все они придут позже я не думаю что он хочет мне дать ответ о моих ногах он все время говорит что мы подождем посмотрим я думаю может он не хочет сказать мне правду не не братан может быть они еще следует еще что то послушай брат мне очень жаль что это все произошло ты просто защищался я был в маске блять с пистолетом любой бы поступил на твоем месте так же я скажу тебе одну вещь брат я пойду за энджелом блять и когда я найду его нахрен это будет скоро блять я заставлю его заплатить нахрен слушай она энджеле говорит да да об этом энджеле блять наркокурьере и дэнни блять тоже нахрен подсела за него блять вот поэтому все хуйни в нихрена себе и это все что я могу вам сказать на данный момент нам нужно больше тестов но честно говоря я не оптимистичен я понимаю спасибо что делили время и как я уже говорил мой отец хотел бы помочь финансово я имею ввиду что Дэнни как бы наш по сути родственник да я понимаю я рада что ты здесь ТДХ или у Дэнни сейчас я только что разговаривал с доктором он про тесты говорил и что он сказал ну он сказал просто что он не очень оптимистичен лишь бы все хорошо было да я надеюсь что бы все было хорошо и могу ли я как-то сделать что-то да все не будем ждать и надеяться что все нормально будет а я этого долбоеба найду кто виноват Круз не надо ничего делать эй что ты тут делаешь пришла Дэнни посмотреть да но он как бы сегодня утром у меня много посетителей было да но я думаю он рад видеть тебя не я позже приду как-нибудь другой раз и да на подожди минутку что с тобой блять странно все это что тут может быть она подумала что тут не так эй Хэлли ты в порядке? да сори я знаю я знаю что тут как бы такая ситуация слушай Хэлли я очень ценен что ты пришла сюда со мной я имею ввиду что Дэнни мой друг как бы до сих пор им остается я доберусь знаешь я как бы думаю что нас много впереди с тобой еще я думаю и Дэнни говорил мне кстати что он чувствует что у него херня какая то но знаешь я теперь думаю что как бы Тед не надо тут много слов говорить сейчас что? я знаю где Энджел Рамирес находится ты знаешь где он а как слушай не надо задавать вопросов он на Джину выебывался о деньгах говорил короче блять он прячется короче в карабинете твоего отца слушай а кого хрена мы там были некоторое время назад что ты не сказала я знаю она этот какой то шкаф открыла туннель блять а слушай а почему ты не сказала мне об этом кого хрена сейчас говоришь я не могла понимаешь на тот момент я не знала что такие неприятности тут слушай ты всегда защищаешь нахрен не тех людей Джину и Джину блять слушай я не знала что такая хрень происходит да слушай это Тед Кэпфелл мне нужно как бы сообщение для Круза Кастильо оставить хорошо скажи ему чтобы он встретился у меня в доме в кабинете моего отца со мной это очень важно это касается Энджел Рамиреса все плиз не надо слушай какого хрена все уже началось я буду делать свои дела и не дед это опасно — А что можно так сказать — кстати — Виктория Лэй на месте с мэйс он пришла хорошо здесь это особое место много воспоминаний и все хорошие наверно как долго я спал но недостаточно долго я думаю я буду в порядке поройте мне суши братан ты не торопись пусть боль утихнет майкл да слушаем наши не хотел бы просто машину не могли бы мою там загрузить вещами я можешь сказать суши айлис на улице сейчас я скажу есть что пора отправляться домой но хорошо если уверен в этом так я уверен он проверяет брайан позволит ему остаться или нет ты знаешь обычно когда с кем-то прощаюсь я говорю до встречи или пока но сейчас я не понимаю что мы больше можем не увидеться не надо все усложнять брат я и не пытаюсь усложнять все я просто хочу быть с тобой вместе братан ёпта блять и я имею ввиду семья там и все такое слушай барадан у меня уже нет семьи слушай почему бы нам не забить хрен на прошлое брат я знаю брайан что ты хочешь быть тоже вместе со всеми нами были мы же тебя любим братан ёпта блять ты можешь просто на меня посмотреть сейчас кто я теперь и кем я был это две разные личности блин я реально кайфую от того что с тобой с тобой встретился и теперь я просто и блин я нашел самую важную вещь в моей жизни знаешь братан ты мой брат майкл конечно да но с другой стороны знаешь братан ты может быть мой старший брат майкл но ты так и не вырос ты говоришь что ты отвергаешь нашу семью это что они как бы тут херня занимается но ты сам тайно нахрен быть по сути пытаешься мутить херню какую-то блять и до меня тут доебываешься чё ты нахуй так делаешь бля ты хочешь чтобы я сказал тебе что все в порядке ссори майкл но я не могу этого сделать я не прошу тебя как бы сказать все это брат и я здесь не для того чтобы предложить тебе какие-то тут условия новые я просто предлагаю тебе свою руку и дружбу но я вижу что это тоже забыл об этом друзья это то на что ты можешь положиться майкл и ты никогда не был хорош в этом вот чем дело ты когда-либо ошибался с кем-то кто когда-либо разочаровывался в тебе или тому подобное но я понимаю что наш разговор сейчас может быть не такой знаешь блять но все-таки я тебе хочу сказать что я люблю тебя брат некоторые вещи никогда не меняются я собираю вещи сейчас и хочу поехать домой большое спасибо за то что позволили мне остаться здесь у нас много комнат свободных оставайтесь сколько хотите их спасибо и мэйсон спасибо тебе что привел сюда спасибо мне тоже приятно маргарита покажите твою комнату я буду на связи мэйсон твоя подруга очень милая актриса да да ну как бы знаешь мы тут разговорились она призналась мне как она была расстроена как бы то что у него произошло жизни там и она хочет как бы здесь побыть она напоминает тебе мэри виктория нет нет она совершенно другой человек совершенно другая личность но есть что-то внутри нее что трогает тебя я тоже это вижу мэйсон и меня сразу это удивило аж удивило да но ты во первых как бы с ней пришел сюда и как бы я поняла что эта женщина все-таки для тебя что-то значит она может быть ты права мне просто трудно сравнивать мэри с кем-либо я не могу передать как часто я думал о тебе с тех пор как произошло все это знаешь это очень конечно с тобой как бы я чувствовала что мэри открыла что-то интересное своей жизни да теперь это снова ушло куда-то я думаю мэри хотела бы чтобы ты снова нашел как бы новый путь для себя это будет нелегко но я очень надеюсь что ты сделаешь это почему ты как бы не поддалась своим первым инстинктом и не пошла со своими друзьями ты тоже мой друг слушай ну я здесь хочу побыть один сейчас я должна тебе кое-что сказать не надо мне ничего говорить нахрен смотри когда мы были вместе в больнице тогда ты спас меня никто не мог достучаться до меня никто не имел значения пока ты не появился моей жизни не надо мне тут как бы придавать силу волшебная послушай но это и есть сила волшебная любовь всегда намного немного волшебства в ней в этой любви мне не стыдно за это то что я говорю брайан ты действительно показал мне что такое любовь после того как ты ушел я как бы заставила себя забыть на некоторое время про все что у нас было но сейчас у меня ты опять вернулся в мою жизнь и я кайфую просто послушай ты должна понять что я сейчас совсем другой человек пойми нахрен блять я нахрен другой да хватит те тут выебываться блять ты реально нахрен помнишь что у нас между с нами блять было между нами нахрен я люблю тебя брайан нет смотри не надо говорить мне это что-то любишь меня и не хочу нахрен это послушай не заставляй мне говорить то чего я не хочу говорить пожалуйста можешь уйти ну вот я выбрался слушай попался долбоёб нахрен ну что блять не трогай меня нахрен блять чё меня нахрен блять ты падла нахуй дэнни нахрен подставил курва блять ты выёбываешься нахуй наркотой закачал его блять тихо слушай я никого не доставал заставлял принимать наркоту ты заставлял блять ты падла вина в том что произошло с дэнни блять понимаешь нахрен слушай 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 дай мне просто объяснить тебе ладно я не собираюсь никому причинять вред я просто пытаюсь слушай ты падла никому не причинишь вред больше нахрен дэнни друг мой нахрен он сейчас больница понимаешь дурак нахуй блять это из-за тебя ты Ты понимаешь, что это хоть это... Слушай, чё ты меня обвиняешь, нахрен? Это вы друг Костили его застрадил, блядь? Слушай, блядь, тварь, это же ведь из-за тебя всё это произошло. Сидеть. Ну что, падла, нахуй, блядь. Выёбываться будешь ещё и на меня, блядь. Энджел! Он через окно выбрался. Тихо-тихо, у него нож там, бля. Инспектор Костили, да? Да, да, мэм, он как бы... Слушай, а чё вы за ним не пошли? Ну, он сказал мне не идти за ним. Ну, в каком направлении он пошёл? Ну, он как бы вот туда побежал. Куда побежал? Он побежал туда, к электростанции? Да, да, мэм. Не ходите туда, это опасно, может быть. Слушай, как я не пойду? Я пойду за своим трахальником. Я не думала, что всё ещё найду тебя здесь. Да я пытался уйти, но, кажется, не могу пока что. Я знаю, как это. Я рад, что ты знаешь. Неудивительно, что твой друг здесь был счастлив. Ты знаешь, я никогда не видела такой фрески в часовне ещё раньше. Она просто великолепно выглядит. Хе-хе-хе. Да, это большая часть этого монастыря. Мэйсон. Вот эта фигура выглядит так, как будто это ты. Смешно тебе сказать. Почему смешно? На самом деле, ты и есть я. А женщина, это твоя подруга, которая привела тебя сюда? На самом деле, она не привела меня сюда. Я как бы... Сам пробрался сюда. И... Ну, я как бы пришёл сюда в тайне от неё. И... Короче, это долгая история. Как её зовут? Мэри. Святая Мэри, которой это посвящено? Да? Да. Она должна быть много значила для тебя. Да, я не думаю, что это сейчас как бы интересный разговор у нас. О, Мэйсон, мне очень жаль. Это женщина, которая на крыше Кэпплского отеля произошла с ней. Это да, это Мэри? О, блядь. Энджел, нахуй. Падла хуёвая, блядь. Ну что, нахуй, тварь поганая, блядь. Кассилия подбирается уже к тебе, нахрен, блядь. Матёрый инспектор. Где стоять, блядь? Слушай, я же скинул нож, чё, блядь. Круз, я уронил нож, нахрен. Что ты собираешься делать? Я собираюсь сделать то, что хочу, долбоёб, нахуй. То, что давно надо было с тобой сделать, тварь поганая. Падла хуёвая, выёбистая, курва, блядь. Ты столько натворил, подонок, что ты сейчас заплатишь за это, нахрен, мазафакер, блядь. Да хватит тебя, братан, блядь. Что нахрен, братан? Я тебе не братан, курва, блядь. На колени, вставай. Что ты собираешься делать? Я сказал, на колени, вставай, долбоёб, блядь. Не стреляй в меня.